МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле, не поделив бутылку вина, отец пошел с ножом на сына. А также умерли в один день. Следователи расследуют обстоятельства смерти гражданских супругов, которые отравились суррогатным алкоголем. В связи с сокращением времени светового дня с 11 сентября в госавтоинспекции усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и водителями гужевого транспорта. Цель мероприятия – повышение степени защищенности и сохранение жизни и здоровья граждан. За 8 месяцев 2017 года на территории Гомельской области совершено 87 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 12 человек погибло и 80 получили травмы различной степени тяжести. Из них по вине пешеходов совершено 30 ДТП. С участием велосипедистов произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 20 получили травмы. 11 любителей двухколесной техники стали виновниками аварии. По мнению инспекторов, главной причиной гибели людей на дорогах остаются наезды на пешеходов, велосипедистов, водителей и пассажиров гужевых повозок, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами. В связи с этим ГАИ усиливает контроль. 12 сентября госавтоинспекция усиливает меры по соблюдению правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, а также гужевыми транспортными средствами. Сотрудники госавтоинспекции будут приближены к наиболее аварийным и опасным участкам дорог, а также к вблизи пешеходных переходов. Особое внимание будет уделяться правилам соблюдения данной категории граждан правил дорожного движения. Также инспекторами госавтоинспекции будут проводиться беседы по вопросам использования фликеров участниками дорожного движения с разъяснением характеристик световозвращающих элементов, мест продаж, требований правил дорожного движения. Также в трудовых коллективах и учебных организациях области инспекторы напомнят об ответственности за нарушение. Также хочется отметить, что в темное время суток каждый гражданин обязан носить при себе световозвращающий элемент. Это не только сохраняет вашу жизнь, но и спасает вас от непривидной ситуации. Задымление в электропоезде «Штадлер». Внештатная ситуация произошла на прошлой неделе. В процессе следования состава в трёх вагонах электрички распространился дым. Всех пассажиров экстренно сняли на ближайшей станции. По информации портала «Тудбай» о происшествии сообщили пассажиры электропоезда. В течение 40 минут до случившегося люди в поезде жаловались на запах гари. А потом запах стал усиливаться и повалил сильный дым. Огня видно не было. До станции оставалось меньше 10 минут. И как только поезд прибыл на вокзал, пассажиры вышли из вагонов. Отмечу, паники не было. Все вели себя собрано и спокойно. Пассажиры электропоезда провели на станции в Будо-Кошелёво почти два часа. Затем желающим предложили отправиться в Гомель этим же «Штадлерам». Несправные вагоны, в которых произошло ЧП, от состава отцепили. В 23.45 состав прибыл в Гомель. Пассажирам принесли извинения и объявили, что вернут стоимость билетов. Не поделили бутылку вина. В Гомеле ссора в семье переросла в поножовщину. Итогом выяснения отношений под градусом стала смерть гомельчанина и уголовное дело в отношении его отца. Преступление произошло в минувшее воскресенье, 10 сентября, в советском районе города Гомеля. Главные фигуранты – 34-летний гомельчанин и его отец – 61-летний пенсионер. Предварительно установлено, что накануне родственники вместе распивали спиртное. Вечером между ними вспыхнула ссора. Кровавая сцена разыгралась во дворе дома, где участники конфликта проживали вдвоём. В ходе следствия установлено, что отец распивал спиртные напитки сыном. В ходе чего между ними возник конфликт по поводу последней оставшейся бутылки вина, которую они не могли поделить. В момент конфликта отец взял попавшийся под руку нож, нанёс им удар в район сердца сына, отчего последний скончался в карете скорой помощи. Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Фигуранту разборки грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. А виной всему, как это часто бывает, зелёный змей. По данным следствия, несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу среди населения, таких бытовых убийств не становится меньше. Их жестокость порой поражает даже опытных правоохранителей. Тела жертв преступлений, совершённых людьми в состоянии алкогольного опьянения, бывают настолько изувечены, что с трудом отдаёшь себе отчёт, что это мог сделать человек. Уровень жестокости, неадекватности пьяных преступников порой выходит за все рамки разумного. В нашей практике бывали случаи, что сыновья убивали своих матерей, требуя выпивки. На теле погибших судебные медики отчитывали от нескольких десятков до сотни ножевых ранений. Людей убивали и при этом здесь же продолжали пить дальше. Вместо грибов и ягод он собирал маковую соломку. 28-летний мазырянин в собственной квартире организовал опиумный наркопритон. Молодому человеку, которого задержали ещё в июле этого года, инкриминируют пять статей Уголовного кодекса. Подробности у наших коллег из телеканала «Мозырь». Личную жилплощадь, доставшуюся в подарок от бабушки, 28-летний житель Мозыря превратил в наркопритон. Организационный процесс занял совсем немного времени. В марте этого года парень освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и грабёж. А уже в июле попал в поле зрения оперативников наркоконтроля. В ходе обыска на квартире у данного гражданина были обнаружены изъяты 3,5 килограмма мака, маковой соломы, а также предметы и ингредиенты для изготовления наркотических средств. Сбор главного ингредиента – маковой соломки – шеф-повар проводил самостоятельно. Обследовал по району дачные участки. Остальные составляющие приносили товарищи, желающие принимать участие в нарковечеринках. Готовил мазырянин особо опасный наркотик – опий. Всего за пару месяцев успел подсадить на него сожительницу и пару знакомых. Адрес гостеприимного хозяина знал не один любитель дурмана. Далее в холле следствия при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данный человек предоставлял помещение для употребления наркотических средств, которые сам изготавливал, забывал данные наркотические средства жителям города Мозыри, а именно микрорайона железнодорожные. Время от времени опиумная кухня меняла адрес, перемещалась в квартиру сожительницы или сарай. Участники дружеских встреч во всем сознались. Было возбуждено пять статей Уголовного кодекса, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а именно склонение к употреблению наркотических средств, хранение, хранение с целью сбыта, сбыт наркотических средств и содержание притона. Санкции только одной статьи за организацию притона для потребления наркотиков предусматривают наказание до пяти лет. Срок по совокупности может оказаться на порядок больше. В Гомеле найдена мёртвая семейная пара. Из-за специфического запаха, идущего из квартиры, милиционеров вызвали соседи. Эксперты проводят исследования. Следствие выясняет причину смерти. Со слов соседей. Один из погибших – 62-летний пенсионер. Он занимался сбором вторсырья и часто приглашал в квартиру шумные компании друзей. 56-летняя гражданская супруга мужчины ему в этом помогала. Однако в последние дни беспокойная квартира привлекла внимание жильцов тишиной и особым зловещим запахом. На многочисленные звонки в дверь никто не открывал. Работники МЧС вместе с милицией вскрыли двери. В квартире были обнаружены тела хозяина и его спутницы. Проверку по факту смерти сейчас проводит городской отдел следственного комитета. Назначен ряд экспертиз. На телах погибших следов насильственной смерти обнаружено не было. В данный момент назначены и проводятся ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая экспертиза. В крови погибших обнаружено свыше двух промилле спирта. Сейчас эксперты выясняют, какой именно это был спирт. По одной из версий супружеская пара отравилась суррогатным алкоголем. В Гомеле при разборе кровли рабочие наткнулись на неизвестный радиоактивный контейнер. Сообщение о подозрительном предмете с возможным нахождением источника ионизирующего излучения поступило к спасателям днём 12 сентября. При уборке кровли складских помещений был обнаружен свинцовый цилиндрический контейнер. К месту вызова направили подразделение МЧС. Место находки оцепили в радиусе 20 метров и провели замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 0,7 микрозивертов в час гамма-излучения, что является превышением нормы в 3,5 раза. В 15.00 работники МЧС поместили контейнер в специальный ящик для хранения и транспортировки, после чего был произведён повторный замер на месте обнаружения. Мощность не превышала фоновые значения и дезактивация не потребовалась. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова